Здравствуйте, коллеги! Я буду очень краток, лаконичен. Вообще хочу сказать о том, что вообще хочется... Буду говорить только про хорошее. Потому что так много зрады в последнее время в сетях и везде. Настроение какое-то такое. Хочется говорить про хорошее. Может быть, уже Новый год на носу. Я коротко расскажу про чемпионат мира, как мы к нему готовимся. Но перед этим скажу о еще нескольких проектах, которыми занимаешься хоккей. Это Веркут, которая в моей душе давно уже 6 лет. И девочки, которые недавно... Они потрясающие. Видите, как она это делает? Да, вот она знает Ральских Левов, она знает Кременчуг, Этью, других, Юру. Все, потому что они работают потрясающей системой. И поэтому на сегодняшний день успехи этих процессов кроется в очень простой и сильной организации. И, конечно же, деньги. Конечно же, везде у нас есть деньги. В денег тоже ничего. Но я вам скажу, что и над этим можно работать. Когда ты честен, открыт, когда ты показываешь свою работу, когда в этой работе есть результаты, тогда возле тебя хотят постоять, побыть, поезжать к тебе за руку, и спонсоры идти, и другие. И поэтому, мне кажется, секрет подобных успехов, и маленьких, и больших, и средних, кроется именно в системной работе. Именно таким образом нам видится организация Чемпионата мира, которая состоится во время. Действительно, это потрясающе, невероятно, что нам досталось право проведения такого ивента, спортивного в городе Киеве. Мы потеряли несколько месяцев, пока общались с Министерством спорта на тему места проведения. Ну, я уже не буду говорить только про хорошее, поэтому у нас есть этот шанс, который потрясающе получен в апреле, это сделать, и мы начали к этому готовиться. Сознанного комитета федерации, которое мне доверено было возглавить. Мы ведем системную работу, практически еженедельно собирается комитет, куда приглашены люди по направлениям. Каждый занимается там своим узком работы, неважно, условно мы определили, это два направления мы выделили, это спортивно-организационная часть, где мы коммуницируем с Международной Федерацией, с командами, у нас утверден календарь, в мероприятии определяются трансферы, гостиницы, в общем, вся вот эта часть, мы имеем опыт большой, и вообще про все, о чем я говорю, потому что нас много, и у нас возникают дискуссии, мы обсуждаем, эту часть мы точно умеем делать, есть специалисты, которые не один чемпионат уже провели, за ними я спокоен, но мы ставим задачи более эмоциональные, то, о чем говорит Анатолий Иванович, провести бенш-масштабное шоу, для того, чтобы каким-то образом восполнить процесс людей, просто мы сегодня, к сожалению, имеем целое поколение людей, которые никогда не были на хоккее, это ужасная история, поэтому наша задача задействовать все возможные речики, медийные, промо-рекламные, для того, чтобы максимальное количество людей смогли этот хоккей посмотреть, поэтому наш лозунг очень простой, мы хотим открыть хоккей для украинцев, а Украину для мира, поэтому у нас нанят ивент-менеджеры, определенный логотип чемпионата, символы чемпионата, программа хоккейного городка, и в общем, на самом деле, подробно мы на этом презентовали, и на этого дворца спорта, и мы стараемся камушек за камушком системно двигаться. На данный момент мы находимся на стадии спонсоров, этот вопрос всегда актуален, но на сегодняшний день мы имеем базовых спонсоров, и с уверенностью можно сказать, что чемпионат мира состоится и точно состоится на высоком уровне. Если будет ли он там супер-шоу, или будет он просто шоу, это уже зависит от нашей текущей работы, но это точно таковым будет. Масштаб промо-рекламную кампанию мы начинаем 1 февраля, наша задача достучаться до каждого жителя города Киева как минимум. Нам бы очень хотелось содействовать в этом вопросе наши региональные организации, потому что мы рассматриваем варианты и фан-зон в городах, где есть на это запрос, или может быть даже нет запроса, нужно формировать. В общем, работы у нас, на самом деле, очень много, и я имею честь работать в федерации относительно недавно, работы оказалось намного больше, чем нам изначально казалось, но тем не менее, знаете, давайте вместе лупать чускелю, и я думаю, что все будет хорошо, но, по крайней мере, настроение сегодня точно у меня такое, поэтому, честно говоря, вот так коротко расскажу о том, как мы движемся. Все, спасибо. Спасибо.